Всем привет дорогие друзья, с вами Ломбарди и мы продолжаем играть на Радмир МТА. Ребят, короче, есть у меня уже пятый уровень, даже больше, и можно работать в такси. Ребят, давайте сегодня о такси поговорим, разберем всю эту тему. Прикол в чем? Прикол в том, что можно таксовать как и на машине автопарка, на самой такси, и также на своей. Но для того, чтобы таксовать на своей, нам надо развести 135 пассажиров. Я, к сожалению, этого еще не сделал, поэтому выберем обычное. Кстати, когда вы таксуете на своей тачке, это плюс 10% вам платит. И, ребят, что немаловажно, ваша тачка двигается побыстрее и все это дело покомфортнее. То есть вы быстрее сможете развозить пассажиров и быстрее сможете зарабатывать. Изначально, изначально вам будут доступны заказы. Нажимаем кнопочку M. Вот статистика. Моя статистика. Я перевозил 76 пассажиров, заработал 7000 долларов. Мой уровень 5, стаж 4 часа. Ну, нормуль. Так, заказы. По заказам. Изначально у вас будут заказы тупо вот такие вот. Las Venturas, Las Venturas. Будут вам платить, ну, блин. Баксов 60. 60 может быть, может быть и больше. 60-70. Будут некоторые заказы по 25-30 долларов. Там все зависит от расстояния. То есть, ну, в принципе, нормально. На начальном уровне это нормально. Это будет длиться где-то первый-второй уровень. Потом, ребята, вы сможете, да, вот как тут, вот, Las Venturas, Los Santos. То есть, тут уже будет, ну, примерно, так, 250 баксов. Возможно, 300. В зависимости, опять же, от расстояния. То есть, если мы будем ехать с вами от конца, от конца ЛВ, да, и где-то в конец ЛС, то там, по-любому, там где-то 365 баксов. Ну, где-то так. Давайте сейчас возьмем какой-то, да, какой-то заказ. Вот, давайте, Las Venturas, Las Venturas. Посмотрим, сколько нам заплатят. Сначала нам нужно взять клиента. И только потом мы уже сможем увидеть стоимость нашей поездки. И также мы увидим расстояние. Подъезжаем к клиенту. Давай, Бабех, садись. Так, ну, вот она, в принципе, села, да. И вот, 991 метр, 67 долларов. 67 долларов, ну, нормально. Бабки, ребят, бабки начисляются уже, когда вы там, да, откатали час, два. Ну, такое приличное время, да. Или же, опять же, 10 минут. Как вам удобно. Откатали, да, там, несколько пассажиров развели. Заехали в автопарк, отдали машину, бабки начислились. Если вас, там, не дай бог, выкинуло, еще что-то, интернет пропал, свет потух, а вы там уже, да, там, тысяч пять наездили. Да, в принципе, ничего страшного. Ничего страшного, вам все равно эти бабки, то есть, ну, вы перезайдете, и эти бабки уже будут у вас на счету. Это большой плюс, ребят, большой плюс, потому что, ну, нормально отработал себе, да, и получил свою капулю. Блин, что-то подлагивает. И получил свои бабки, то есть, можно за это не опасаться. У меня уже такое было, я что-то сидел, играл, там, так нормально я проиграл, где-то, ну, где-то тысячу заработал, может быть, больше. Как раз-то было на начальных уровнях, когда это было, ну, ой, как тяжело, да, там, по 60, по 50 баксов, там, с каждого пассажира. И у меня вылетела игра. Просто вылетела. Ну, я думаю, ну, все, плакал, это тысяча, была тысяча, нету тысячи, зашел тысяча на счету. Отлично, ну, лично меня это обрадовало. Так, ну, вот, 60 баксов, мы, 67 баксов, да, вот мы заработали с нее. Единственный минус, ребят, да, вот есть статистика, и вот, жалко, что не обнуляется, да, то есть, как только ты начинаешь сработать, были бы нули, да, и ты начал бы себе ездить, там, ездишь, час, другой, опа, раз, там, видишь, да, о, 7 тысяч заработал. А тут нет, тут это общая сумма, вот сколько ты ездишь, да, я перевозил всем пассажиров, вот это за 77 пассажиров я и получил. То есть, он показывает, сколько я заработал за все время. Ну, давайте возьмем вот сейчас Лас-Авентурас, Лос-Антос. В принципе, мы почти в конце ЛВ, то есть, да, ну, нормально, нам сейчас должны так немало, немало денег откосить за это все. Ну, посмотрим, сейчас мы возьмем, возьмем нашего пассажира и посмотрим, что, сколько мы сможем заработать. Я надеюсь, что баксов 300. Где-то вот так. В принципе, если ездить на своей машине, да, вот давайте, вот сейчас она сядет, я хочу сначала посмотреть. М, о, 279 долларов, расстояние 4,183 метра, 4,183 метра, ну, нормально, 4 километра. Но, ребят, опять же, вот, да, вот, если вы ездите на своей машине, она уже с щипом, она гораздо быстрее этой. Эта машина максимум разгоняется 145 километров в час, и то, долгий разгон и так далее. То есть, если у вас своя тачка, да, быстро, резво, раз себя из одного города в другое метнулись, ну, сколько вас это займет? Ну, полторы минуты в одну сторону, нормально, в другую сторону так же. Вот вам, ребят, за 5 минут вы будете иметь около 500-600 долларов. Это немало, это нехилые бабки такие. Ну, естественно, надо тормозить на радарах и так далее, ну, это уже отдельный разговор. В принципе, вот сейчас, да, она идет на максимум 145, все. И вот в таком темпе мы будем ехать до самого Лос-Сантоса. Там нам уже начислят бабки, и там мы сможем вернуться обратно в ЛВФ. В принципе, маршруты междугородские такие, да, если брать, то можно хорошо заработать. Но, опять же, это все дело на своей тачке, а свою тачку мы можем взять когда? Когда мы перевезем 135... Ого, что тут происходит? 135 пассажиров. Ну, дело не пыльное, ребят, я не знаю, я вот до 4 часа проиграл и перевез сколько там? 77. Ну, блин, ничего страшного, еще чуть-чуть посижу и... Опять же, опять же, ребят, я начал делать дальние маршруты. То есть, да, вот такие вот, чтобы больше заработать. Если брать постоянно ближние, то все это дело происходит гораздо быстрее. Если я не ошибаюсь, за часа полтора я перевез 65 пассажиров. Вроде бы так, ребят, если я не ошибаюсь, примерно такое число. То есть, за полтора часа, как нефиг делать, 65 пассажиров по городу. Тупо по Лас-Вентурусу я катался. Всего-то делов. Проехал пару раз, ну, не пару раз, да, уходит 60... Ох, тыж, тыж, смотри, что такое. Блин, ребят, подвисает, скорее всего, из-за бандикамчика. Я извиняюсь за такое. Ну, блин, сама МТА не оптимизирована до конца, да. И тут уже с этим... А, тут еще и сделали вроде бы как тюнинг какой-то, да. Вот оно все и... Вот там сбор людей, вот оно все и подлагнуло. В принципе, ребят, вот таким образом, да, вот таким образом мы зарабатываем наши деньги. И, в принципе, доход такой нехилый. За полтора часа можно на городских маршрутах. О, не межгородских, а городских, правильно. Вот в Лас-Вентурусе просто покатайтесь, и за два часа вы как нефиг делать, вы две сотни поднимите. Межгородские маршруты, опять же, своя тачка есть, и только тогда идите на межгородской маршрут и зарабатывайте уже на нем. В общем, это будет намного выгоднее, чем вот я вот, например, поехал сейчас. Я сейчас поехал тупо, ну, чтобы показать вам. Поскольку, если метаться так, это много времени, и я еще так буду долго ездить, вместо того, чтобы уже наконец-то добить число 135, да, и перевозить уже на своей тачке пассажиров, да, таксовать, так скажем, таксовать. Вот и все, в принципе. Сейчас вот уже как раз доставляем пассажира, да. Отлично вышло. То есть, ну, грубо говоря, да, я уже заработал, там, ну, скажем, 70 баксов тут. Ну, короче, ну, ребята, уже заработал. Ну, опять же, да, если бы была своя тачка, я бы, конечно, уже намного быстрее справился, и я бы 100% уже ехал в обратную сторону, и уже где-то подъезжал бы к Лас-Вентурасу. Ну, вот опять у нас, да, Лос-Сантос, Лос-Сантос, тут опять Лос-Сантос, Лос-Сантос и Лос-Сантос, Лос-Вентурас. В принципе, таким же образом можете ездить и в Сан-Фьерро, там, в принципе, разница вроде бы как небольшая. Я не буду говорить, не уверен, потому что на Сан-Фьерро ездил мало. В принципе, ребят, на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и ждите новых серий. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!